Здравствуйте, друзья! Рейтинг ряженого генерала Шойгу отрицательно вырос сразу до 11%. Количество россиян, которые считают, что фанерному генералу можно доверять, за год выросло сразу в минус три раза. Рейтинг Шойгу сегодня держится в основном на похоронных агентствах и импортерах протезов. Горе-вербовщик колесит по остаткам советской промышленности, отчаянно пытается сплотить вату вокруг себя. Для того, чтобы приблизить и мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества. Собранность должна быть. Собранность должна быть. Вокруг ворюги, который все разворовал, растащил, вывез в Китай и загоняет страну в международную изоляцию. Ну, вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться. Все хорошо. Можно хрюкнуть сразу. 150 тысяч человек уже хрюкнули. Если у кого-то есть желание вернуться домой в черном пакете, Путин предлагает смело пробовать свои силы. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем. Международный уголовный суд уже работает над проблемой, которая называется Владимир Путин и его ОПГ. Сразу 32 государства объединили усилия, чтобы привлечь Володю и его друзей к ответственности за развязывание войны с Украиной. Издание «Гвардиан» пишет, что на сегодняшний день прокуратура получила досье более чем на шесть сотен военных преступников, командиров, включая самого Путина. Самому захотелось поставить колокольчик, чтобы не пропустить это захватывающее зрелище. Вот это все дает нам полное основание сказать, что несмотря на определенные издержки, вот я думаю, что прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов. Суверенный и независимый недомосквич стоит столько же, сколько трешка БМВ с пробегом 40 тысяч километров. Импортозаместил. Красавчик. Город Бейск, улица Социалистическая. 3 марта 2023 год. Вот так вот люди перебегаются. Хорошо, дедушка пришел на помощь. Держись. Вот так спасаемся. Чтобы ребенку попасть в школу. Сейчас перевозить будет. Страшно. Дома. Я сюда-то не езжу. Откуда? Нет, конечно. Интересно. Друзья, мои недруги, да просто завестники, много лет пытались найти на меня какой-нибудь компромат, чтобы сказать, смотрите, он тоже не идеальный, и у него есть что-то, чего ему стоит стесняться или стыдиться. Ну нет, ребята, перелопатили всю мою биографию, всю мою жизнь. Ничего не смогли найти, только лишь то, что в 2007 году я рекламировал, не продавал, замечу, а рекламировал. Медицинский прибор «Золотая пирамида». Медицинский прибор, который имел все лицензии Министерства здравоохранения и необходимые патенты. Ну что же, поскольку у меня самоирония, в отличие от многих других, все вот так, Я решил в пику тем, кто рассказывает о «Золотой пирамиде», выпустить кондитерское изделие, которое называется «Яйца Гордона в шоколаде в «Золотой пирамиде». Все думали, что я шучу. Нет, ребята, я никогда не шучу. Шучу я всегда, но выполняю то, что пообещал. Вот они, «Яйца Гордона в шоколаде в «Золотой пирамиде». Вкуснее яиц, ребята, никто из вас никогда не ел. Всем хорошим людям рекомендовано есть эти яйца Гордона в шоколаде от «Пузо». А всем моим недругам и завистникам рекомендовано облизывать яйца Гордона в шоколаде три раза в день по часовой стрелке. Может быть, вы станете немножко добрее. Ну и больницы. Понятное дело, стали еще независимы и суверенней от оборудования и лекарств. Больница Ростовская область ужасная просто, будто времен сталинских репрессий. 21 век. Советский Союз просто сушит весла. Бабки на кушетках тут, наверное, три поколения были зачаты. Стул герцога какого-нибудь там российского. Вот такие вот дела. Такая вот больница ужасная, старая. А вот это самая независимая и суверенная баня в Воронеже. Воздуха наберите. Субтитры создавал DimaTorzok Жители Пензенской области, кажется, начинают что-то подозревать. В Саратовской области прилетел дрон, значит, вовремя его перехватили. А до Заречного тоже недалеко. Никакой информации нам администрация не дала, куда повезут детей в случае бомбежки, потому что нарастает напряжение у нас. Ну, как-то плавно, я смотрю, это напряжение нарастает. Не спеша так в развалочку. Не напрягаясь, можно сказать, напряжение нарастает. Но зато выпустили очень хорошую статью о срочном захоронении граждан. В города и определили места. Мало того, еще и практические цифры уже есть. Сколько должно, куда лечь. Вот это вот очень интересно. Это очень волнует нас, граждан. Мы, например, захороняться не хотим. Мы хотим все-таки укрыться. Все-таки пока беспилотник не прилетит в соседнюю многоэтажку и не сложит ее пополам, дальше возмущений и высказываний озабоченности, я так понимаю, дело не пойдет. Честно, мне кажется, больше половины населения им вообще пофигу. Потому что настолько люди, как сказать, загнаны в кабалу, им тяжело выживать, потому что низкие зарплаты, им вообще как-то пофигу. Да, большинство нейтрально. Большинство вообще пофигу. Да, я тоже заметил то, что вот людям подходят здесь, основном и все говорят, ну мне не до этого, вообще все равно кто-то президент. Да, большинство пофигу. Как бы. Но этим власти пользуются то, что всем пофигу. Как бы поэтому она все еще существует и будет существовать. Почему пофигу? Потому что, ну, так исторически, то есть, сложилось. Вот. То есть, нет, не было выработано гражданского общества, ну, за вот нашу историю, ну, всей страны. Вот. То есть, не было такой культуры выработано. Культуры протеста, культуры митингов, культуры там, вообще, как бы, думанья о том, что, ну, о том, что ты можешь там что-то влиять и так далее. То есть, у всех менталитет то, что, ну, ну, пофигу, просто пофигу. То есть, даже вот там призывают людей там туда, да. Ну, им просто пофигу, то есть. Я лично знаю, типа, говорят, типа, я им спрашивал, то есть, что будет из тебя призовут, ну, типа, ну, пофигу, пойду, что. Прадеды жили тяжело, чтобы деды жили счастливо. Деды жили тяжело, чтобы отцы жили счастливо. Отцы жили тяжело, чтобы мы жили счастливо. Мы живем тяжело, чтобы дети жили счастливо. Ну, а дети будут жить тяжело, чтобы внуки жили счастливо. Может, пора заканчивать эту эстафету. Продолжение следует...